Добрый день! Это передача «Будущее на двоих» и я, Сергей Фильнов. И сегодняшняя тема – это родители, их роль, значение, их участие в развитии взаимоотношений между молодыми людьми. Дело в том, что мы все вышли из семьи, и каждый то, что вынес из семьи, несет с собой по жизни. Влияет ли это на то, какие взаимоотношения будут в будущей семье? Да, конечно. И каким образом это влияет? Мы сегодня рассмотрим передачу. Так что, пожалуйста, смотрите внимательно и записывайте советы. Сергей Филинов. Пастор, религовед, кандидат наук, преподаватель, коуч. Автор учебных курсов, программ и тренингов. Автор и популяризатор церемонии «Истинная любовь ждет». Консультант по программе предбрачной подготовки. Женат, воспитывает трех дочерей. Тема сегодняшней передачи у нас – это родители, их роль и значение. Мы говорим о развитии взаимоотношений между парнем и девушкой, взаимоотношений, которые могут и призваны перерасти в настоящую любовь. Так вот, все же, какова роль родителей? Ну да, мы все родом из семьи, да, мы все выросли, есть мама, папа. Но даже если не у всех был папа, не у всех, может быть, так активно они участвовали в воспитании, тем не менее наши корни именно там. И почему же эта тема важна? В первую очередь я хотел бы сказать, что мы продолжаем нести то наследие, которое приобретаем в нашей родительской семье. И поначалу это не очевидно. Поначалу, кстати, очень часто, когда молодые люди задают вопросы, зачем вы интересуетесь, что у меня в семье в родительской, их возмущает, потому что есть такой определенный настрой, что не, ну я-то точно не буду жить, как мои родители. У родителей что-то не получилось, что-то шло не так. Я хочу создать счастливую семью, я приложу все усилия для этого. Даже можете не смотреть, что там происходило в моей родительской семье и как это было. Но, знаете, правда такова, что даже когда люди зарекаются и говорят, что я точно не буду так, как мои родители, вы знаете, тем не менее очень важно посмотреть, что происходило в семье. Как часто в вашей семье выражали любовь, да, каким образом это происходило? Считаете ли вы, что ваши родители достигли те цели, которые у них были для их семьи? Или не достигли? Видите, это все вопросы открытые для обсуждения, но, уверяю, они очень важны, потому что именно исходя из этой атмосферы, в которой вы воспитывались, вы будете уже воспитывать с этим опытом, с этим наследием и создавать свою семью. Поэтому не стесняйтесь, делитесь открыто и просто осознавайте, что это то наследие, которое у вас есть. Конечно же, вы в силах его менять, но подходить к этому надо осознанно. Откуда это в вашей жизни? Что происходит? И здесь задаваться вопросом, а кто, например, в родительской семье больше принимал решений? Какой был стиль, да, вот этих принятий решений? Стиль управления? Как воспитывали? Как вовлекались в жизнь детей? Какие еще были отношения с родственниками? Да, кто как повлиял? Все это тоже будет формировать именно вашу уже личную семью, которую вы будете создавать. И следующий момент, который здесь также важен, это участие, непосредственное участие родителей в развитии отношений. На каком этапе вы готовы действительно поговорить со своими родителями, что у вас есть серьезные намерения, что вы развиваете отношения с молодым человеком или с девушкой, да? Для девушки всегда немаловажно, когда парень познакомит ее со своими родителями. И здесь уже неоднократно был такой вопрос. А как он меня представит им? Как он меня назовет? В каком статусе? Знаете, для девушки это очень важный момент. И поверьте, здесь могут быть разные мнения. Я встречал, когда люди ставят родителей перед фактом и говорят, вот все, мы собрались, мы теперь хотим жениться. Что остается делать родителям? Раз вы все уже решили за нас, ну что мы можем? Мы только можем принять и согласиться. Но я думаю, что это неправильно на самом деле подходит. Правильнее это гораздо раньше вовлекать и понимать, что да, они могли ошибаться в своей жизни, но это не означает, что мы будем закрываться от них, а открыться, быть откровенными. И я бы даже еще напомнил о том институте, который был в нашем обществе. Это когда мы испрашиваем благословения у родителей, когда мы просим подтвердить наше желание, увидеть ту, ну показать им ту девушку, на которой вы собираетесь жениться, или того парня, за которого вы уходите замуж, и спросить их мнение, спросить их поддержки. Вы знаете, в большинстве случаев родители настроены так, что они любят своего ребенка, и они хотят помочь и посоветовать лучше. И очень важно действительно услышать их совет, потому что они как люди опытные, могут подсказать, могут увидеть, что происходит в ваших отношениях. Конечно, есть случаи, когда остается такая, знаете, зависимость. Если вы проживаете у родителей, если вы от них финансово зависите, то, конечно же, здесь надо проявлять больше уважения к ним. Но если вы уже самостоятельны, вы живете отдельно, я, кстати, рекомендую действительно приложить максимум усилий, чтобы молодая пара, когда вы уже поженитесь, чтобы вы жили все-таки отдельно, не с родителями, чтобы вы действительно созидали вот это единство. Это только укрепит вас и поможет вам, и поможет даже родителям действительно отпустить вас от себя. Потому что бывают сложности. Бывает, когда мамам очень сложно отпустить своих сыновей, есть самые разные переживания. Бывает, когда и отцам, дочерей сложно отпустить. Но знаете, что если вы на протяжении выстраивания взаимоотношений подходили с уважением к своим родителям, то и они также будут с уважением принимать эти новые отношения. Так что никогда не проуменьшайте их значение, но выстраивайте эти отношения, и знайте, что через эти отношения может быть огромное благословение. Да поможет вам Господь! Мы говорим о развитии отношений между парнем и девушкой. Так вот вопрос. Их родители, они должны участвовать, не должны? Как вы смотрите на участие родителей во взаимоотношениях между парнем и девушкой? Инна Караченцева, основатель служения «Школа призвания», служитель церкви «Слово жизни», город Санкт-Петербург. Автор программы по определению призвания «Распакуй мечту». Создатель первого в России пешего маршрута по поиску себя путешествия по смыслам. Крым. Я до эфира, мне было интересно, и задала этот самый вопрос по поводу роли родителей в построении отношений своим подписчикам в Инстаграме. Вот мне так захотелось. И знаете, интересно, что 71% подписчиков посчитали, что да, выбрали ответ «да», очень важно. Надеюсь, это их личный опыт, да, и дай Бог, чтобы он положительный был. Но лично, если говорить о моем мнении, я считаю, что да, конечно, это важно. Почему так считаете, да? Может быть, они даже подписчики как-то откомментировали, почему важно участие родителей? Ну нет, там просто опрос «да» или «нет», вот они не имели такого возможности. Но часто мы руководствуемся эмоциями, чувствами. Родители же — это те люди, которые видят нас со стороны. И, конечно же, они нас знают. Они видят, изменились ли мы в лучшую сторону в этих отношениях. Что с нами происходит? Я видела, как развивались отношения двух молодых людей в нашем молодежном служении. И родители очень переживали. И, казалось бы, вроде внешне нормально всё, ну, встречается парень с девушкой, строит отношения, какие-то ходят такие счастливые. Но родители очень переживали. Почему? Потому что молодой человек, он очень изменился, он испортил отношения с окружающими, я уж не говорю с домашними своими. И родители видят тебя таким настоящим, неприукрашенным, не таким, как ты хочешь казаться, девушке, которая тебе нравится, а таким, какой ты есть. И если они видят, что ты меняешься не в лучшую, к сожалению, сторону, они тебе скажут об этом. Ну, кто будет более искренен, кто больше заинтересован. И, конечно, стоит к этому прислушаться. А как вы думаете, вот сама молодёжь, современная молодёжь, она готова именно слышать от родителей вот эту оценку? Готова ли прийти, ну, так скажем, когда ещё начинаются только отношения? Или всё-таки чаще всего это, ну, что называется, перед фактом поставим, и всё, что хотите, то и делайте. Как обычно происходит, на ваш взгляд? На мой взгляд, здесь зависит от родителей, от того, как они сумели построить отношения со своим ребёнком, уже не ребёнком, который строит отношения. Если у них дружеские отношения, если удалось построить эту вот какую-то доверительную беседу, доверительный контакт с ребёнком раньше, раньше, до того, как он начал строить отношения, ну, то, конечно, он, скорее всего, прислушается и будет как-то вот, ну, уже тогда оценивать с точки зрения и вашего мнения, да, эти все отношения. Ну, а если у вас директивный способ воспитания, там, да, нет, там, слушай меня, я лучше знаю, и это всегда, ну, или не всегда, или раньше тоже так было, скорее всего, у него уже может выработаться некий рефлекс, что нет, родители ничего не понимают, они старомодные, и куда им там понять. Поэтому здесь важно, чтобы родители, предполагая, что когда-то будут, будут эти вот вопросы, выстраивали отношения доверительные. Если они есть, дружеские отношения. Ну, конечно, наверное, молодой человек, конечно, я думаю, да, молодой человек или девушка прислушаются к их мнению. И это будет прекрасно, потому что родители мудрые, больше мудрости имеют, чем дети. Вот, поэтому я бы сказала 50 на 50. Где-то вот есть эти отношения, и тогда дети очень слушают, прислушиваются, и даже если родители не согласны, они как-то пытаются или изменить отношения, либо даже их, ну, приостановить. Знаете, вот в нашей культуре существовала такая практика родительского благословения. Как вы думаете, насколько вот эта практика сейчас, ну, уместна? Взять, прийти, попросить благословения у них. Да прекрасно. Я думаю, что это очень прекрасно. Но это же здорово, когда ты делаешь такой трепетный шаг, и есть те, кто рядом с тобой, за твоим тыл, да, и которые тебя поддерживают. Потому что всё равно это, скорее всего, для парня, для девушки очень волнительный вопрос. Редко кто прям на 100% уверен там и всё в своих действиях. Всё равно это волнительно и где-то страшно, да, такое будущее, ответственное событие. Вот, поэтому, конечно, было бы здорово, если это бы продолжалось в нашей практике. Ну, я не думаю, что это есть во всех семьях всё-таки, вот если смотреть реально на вещи. Но всё-таки мы можем пожелать нашим молодым людям, которые сейчас как раз развивают отношения, задумываются об этом, что родители имеют очень важную часть и значение в этом. Спасибо вам большое, Инна, за ваш вклад, за вашу вот эту открытость и опрос, который вы проводили. Спасибо всем участникам. Спасибо большое за участие. И хочется пожелать всем, чтобы мы действительно делали родителей частью нашей жизни, которые могут благословить наши отношения с другими. Спасибо. Думаю, что это очень хорошее желание, когда парень идёт в семью девушки, когда, я-то уверен, что, как правило, парня очень правильно представляет и говорят о том, что это мой друг, что мы развиваем отношения, да, и когда у парня есть побуждение понравится, то это очень хороший вопрос. Правильно, именно об этом и надо подумать. Что здесь принять надо во внимание? Во-первых, вы можете рассказать больше о себе. Это всегда уместно. Покажите серьёзность ваших намерений. Расскажите о своём образовании, о том, чем вы занимаетесь, с кем вы работаете. И вот я думаю, что свою зрелость надо тоже показать. То есть, чего вы достигли в жизни или какие у вас планы, цели. Будьте очень открытым, будьте естественным, разговаривая с родителями. Если вы чувствуете стеснение какое-то, ну, всё-таки это родители вашей возлюбленной, то, может быть, так открыто и скажите, знаете, я вот сейчас переживаю очень, когда знакомлюсь с вами, потому что у меня не было такого опыта, чтобы знакомиться вот с родителями девушки, да. И, может быть, я с удовольствием отвечу на ваши вопросы. Я бы хотел рассказать о себе. Давайте будем знакомиться. Давайте будем общаться. Ну, может быть, даже какое-то такое. Но мне кажется, когда человек говорит искренне, из сердца и подчеркивает то, что он переживает и говорит об этих чувствах, это всегда очень близость такую вызывает, ответность. И я уверен, что тогда и со стороны родителей, даже если были какие-то сомнения, какие-то у них вопросы были, то они смогут гораздо легче обратиться, задать, поинтересоваться. Вот. Подумайте, в какой атмосфере это будет происходить. Потому что это тоже важно. Может быть, даже договоритесь, что это не будет в атмосфере спешки, да. Вы куда-то, вы идете, готовитесь, а родители вовсе не готовы к этой встрече. Вы приходите, а они, знаете, как будто их врасплох застали. У них нет чего к чаю подать, и стол не готов, какой-то бардак в квартире. И вы поймите, сами родители будут не готовы к тому, чтобы выстроить такой контакт, диалог. Поэтому вы тоже продумываете вот вместе с возлюбленной, а каким образом, в какой момент. Может быть, это действительно обязательно запланировать эту встречу. Что вы принесете к столу, в подарок, может быть, маме цветы. Вы знаете, здесь действительно есть простор для, ну, творчества, можно сказать, для того, чтобы проявить свою приветливость и радушие. Поэтому дерзайте, ищите, это, возможно, понравится. Так что приложите к этому творческие какие-то навыки, способности. Пообщайтесь с другими своими знакомыми, которые могут вам дать в этой области именно хорошие советы. Я уверен, что вы найдете возможность. Потому что, как правило, родители, они расположены к таким встречам. Они готовы услышать, с кем встречается наша дочь, кто он такой, насколько серьезный его намерен. И если вы идете и общаетесь, и открываете свое сердце, то уверен, что у вас все получится. Так что пусть Господь поможет вам, даст уверенности, сил, открытости. Говорите о своих чувствах. И уверен, что у вас получится хороший контакт. Удивительное время советов, ответов на вопросы, которые, может быть, даже у вас и не возникали в отношении того, как родители, как могут участвовать в этих отношениях молодой пары. И в то же самое время, как важно молодой паре обратить внимание на то, что было в их родительских семьях. Я думаю, что это очень обогатило вас. И теперь вы знаете, какие вещи вы совершаете, потому что вы выросли в родительской семье, и оттуда вы несете их с собою. И помните, мы можем достигать настоящей любви. Помните, что настоящая любовь всегда побеждает. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!